Сейчас 9 часов утра, я пью кофе, даем. В общем, сегодня 1 апреля, поэтому я как-нибудь пошучу. Надо будет пошутить, так что ждите. Если я не забуду, я пошучу в этом видео, смешно, хорошо? Будет какой-то пранк. День смеха. В общем, сегодня я решила немножко провести день с вами, потому что мы с вами давно опять-таки не виделись. Это, конечно, моя вина. Я знаю, но так получилось. В общем, да, сегодня мы с вами проведем день вместе, потому что... Ну, я люблю такой формат очень сильно, поэтому я надеюсь, вы не против. Сегодня у нас супер-ультра-мега обычный день, но 1 апреля. Давайте не забывать об этом. Сегодня у меня школа, все дела, тоси-буси. Сходим в школу, сходим в зальчик. Все. Я уже опаздываю в школу. Если что, сегодня пятница. У меня сегодня не так много уроков, и я всегда по пятницу опаздываю. Вообще оказалось, что я не ходила на один урок в пятницу постоянно, а он был. У меня сегодня небольшая голливудская волна, потому что я заснула с хвостиком. Мне придется ее расчесать, потому что вроде как выглядит неплохо, но на самом деле выглядит плохо. Сегодня потеплее, погода неплохая. На самом деле я устала от морозов. Вы уже знаете, что-то более-менее похоже на весну, потому что 1 апрель. Да. Так что, ребята, допиваю свой кофе, иду в школу и встретимся с вами. Ну, когда-нибудь встретимся. И, кстати, если вы хотите немножко больше контента от меня, потому что его заезд не так много, извиняюсь, можете подписаться на меня в Телеграме, да, потому что я его активно веду. Да. Ребят, ну... Ну да. Ну и в Инстаграме, потому что я его тоже активно веду, ну серьезно. Все небольшое самопиар произошло, я пошла в школу. Небольшое вступление перед началом этого видео, потому что есть о чем с вами поговорить. В общем, я бы хотела поднять тему, которую не особо принято обсуждать в нашем обществе, вы говорите об этом открыто. Это тема ментального и психологического здоровья. Особенно сейчас мы живем в не самый легкий период, и у нас могут появляться или же развиваться психологические проблемы. Я не исключение, да. И, конечно же, их нужно решать, потому что оставлять их просто так нельзя, станет только хуже. Зачастую бывают ситуации, когда человек понимает, что он же не может сам себе помочь, ему нужна помощь специалиста. И вот здесь возникает проблема. Очень большая и очень, такая, знаете, трудоемкая проблема. Это поиск хорошего и квалифицированного специалиста, да. Проблема в том, что многие не знают, где его искать, вообще на каких платформах все это можно найти. И вот здесь у меня есть для вас потрясающая, очень нужная, очень полезная рекомендация, которая поможет многим из вас, я думаю. Я бы хотела поделиться с вами потрясающим сервисом Альтер, да. Это сервис по подбору психолога, и у него действительно огромное количество преимуществ. Начнем с того, что на этом сервисе действительно очень хорошие и качественные специалисты. Только 10% специалистов проходит отбор, что является показателем высокого уровня качества. Стоит упомянуть, что процесс подбора психолога безумно удобный и очень эффективный. Вы заполняете анкету, и вам подбирают психолога, которые подходят больше всего вам. Это невероятно удобно, потому что очень часто люди ошибаются с выбором психолога. Еще очень удобно, что вы можете консультироваться как онлайн, так и оффлайн, это по вашему желанию. От регулярной психотерапии становится действительно легче. И очень многие скептически к этому всему относятся, но на самом деле это правда работает, поэтому не стоит этого бояться. Так что это абсолютно эффективный и разумный метод решения проблем. Ну и, конечно, финансовая доступность. Сервис максимально финансово доступен. Цена всего от 2,5 тысяч за одну сессию, что на самом деле вполне недорого, особенно сравнивая с сессиями в Москве или в Питере. Ну и специально для вас, если вы хотите улучшить свое ментальное состояние, у меня есть промокод. По промокоду Романа Вак у вас будет 20% скидчика на первую сессию. Ссылочка в описании, так что, друзья, заботимся о своем ментальном состоянии. Я очень надеюсь, что я вам как-то помогла, потому что у многих из нас сейчас есть проблемы, и я очень надеюсь, что мы с вами их решим. Так что, друзья, мы с ссылочкой в описании, и мы с вами со всем справимся. А теперь продолжим. Всем добрый день. В общем, я уже дома. Да, я. Уже 4 часа дня. 4! Я надеялась, что я вернусь пораньше, но не получилось. Я в шоке, плюс я в стрессе, плюс я в диком ауте. В общем, по планам сегодня у меня не густо, конечно, не густо. Я в часов 5, в полшестого пойду в зал. Вот. Но пока что я поем. Потом после зала я еще поем, потом еще как-нибудь поем, поэтому да. И мне нужно сделать очень много долгов по урокам, но это, ребят, ну, нормально вообще. Я сегодня вечером хочу приготовить бейглы. Бейглы, ты знаешь, такая американская, американский бублик или что-то вроде такого. Мне почему-то пришла эта идея в голову, потому что я увидела фото бейглы. Как-то так-то это уже. В общем, я поискала рецепт, и там все, максимально все делали тесто сами. Но я этого делать не буду, это сразу провал. Тесто для меня это какой-то очень слишком высокий уровень, поэтому нет, ребят, давайте без этого. Я постараюсь поискать нормальные такие, знаете, булочки для бейглов. Кот пришел. Если я не найду... Тут я еще не придумала. Хотя, если я не найду булочки для бейглов, я куплю себе обычные булочки для гамбургеров, знаете, ну, то есть вот такие. И вырежу сердцевину и сделаю булочки для бейглов. Получится ли это? Нет, конечно. Ну ладно, вот так вот. Привет. Кись, я снимаю. Кись. Сегодня тепло, на самом деле очень пасмурно, походу, поэтому хочется спать весь день. Такое сонное состояние. Спать я не буду, потому что уже свое я спала. Ну, поэтому придется что-то делать. Чем-то заниматься. Вот он что-то делает ежедневно, я не знаю, придется то, что-то делать. Не обязательно делать много всего в день, можно делать ничего. Если вы делаете ничего этим днем, это нормально. Иногда нужно. Поэтому мы с вами сегодня не сильно много чего делать. Но в зал слоем. Вот, короче, я пошла поем, потому что я очень сильно хочу есть, я проголодалась. И сейчас встретимся, сто процентов. Окей, я поела. Я сделала масочку. Да, я. Я готова заснуть прямо здесь и прямо сейчас, потому что это ужас. Это невозможно. Я в последнее время очень сильно хочу спать после школы или вообще днем. Не знаю, с чем это связано, но спать я хочу. Но я не могу лечь спать, потому что будет ошибка очень сильная, очень сильная ошибка. А если я лягу спать, ну все. Это все. Ой, мне так лень куда дойти, вы бы знали. Легла бы спать и нормально. Сон это гениально. Кто его придумал, вы гений. Сон это, по сути, способ просто скипнуть какой-то промежуток времени. И нормально. И не переживать ни о чем. Просто спишь, да спишь. Я в последнее время начала смотреть видео про ремонт. Это очень интересно. Так расслабляет, без шуток. Чисто сделаю себе кухню в скандинавском стиле после завтра. Поэтому да. Зачем я это смотрю, я не знаю. Ну вот, все, только бы не эгэ. Я вот по этим видео увидела в Аби-Саби стиль. Смотрите, какая красота. Ну серьезно. Теперь я не просто лежу, а лежу и думаю о ремонте и стиле в Аби-Саби. Нормально, с пользой. Мои 300 рублей, мне кажется. До свидания. В общем, я скоро буду собираться в зал, поэтому вот так вот. Всем добрый вечер. В общем, сейчас уже 9 часов вечера. Да, уже достаточно поздно, на самом деле. Я ушла в зал где-то в 6.30. Я пришла только сейчас, потому что так получилось. В общем, я уже поела. Но это не означает, что мы с вами ничего не будем готовить, потому что еды много не бывает, сами понимаете. Я говорила про бейклы, но на самом деле я не буду их делать сегодня, к сожалению, да. У меня есть обоснованные плюс важные причины. Во-первых, я не нашла булочки для бейклов, что было вполне ожидаемо, да. Я решила не заморачиваться с булочками для обычных гамбургеров, потому что они слишком сложные, у меня бы не получилось. Сегодня день веры в себя, да. И я решила не заморачиваться с тестом, потому что у меня еще нет таких навыков. Поэтому сегодня без бейклов. Но, но, но. Сегодня мы с вами будем делать салат. Да. Я вроде как очень разно делала салат, на самом деле, поэтому есть потрясающий рецепт, который, возможно, кому-то из вас очень сильно понравится. Что маловероятно, но, возможно, ингредиент. Внимание. Вот такие сухарики, я их уже как-то вам показывала. Они очень вкусные. Их можно есть просто так, что я, собственно, и сделала. Здесь осталось половина пачки, поэтому, ребят, ну, я не удержалась. Здесь осталось очень мало, но я, ну, они слишком вкусные. Ну, да, что еще? У меня еще что-то в портфеле. Не шучу. Салат. А, в общем, у нас есть такая смесь с пикантной горчинкой. Да, вот это самое важное. Прямиком из Тосканы. Сто процентов. Здесь у нас Родичио, Фриса, Романа, ХЗ, что-то такое. Ну, в общем, наверное, вкусный. Вкус здоровой жизни. То, что нужно. В принципе, это основной ингредиент. Здесь смесь каких-то трав. Думаю, вкусный. Наверное. М-да. И помидорки с огурцом. Да. В принципе, это все. А, нет. Все это мы заправим потрясающим оливковым маслом. Вот такое вот у меня красивенькое. Чистая эстетика, знаете, лютая причем. У меня сегодня очень шумные соседи. Не знаю, слышите вы их или нет, но если да, то, ну, извините. У них праздник чисто каждый день. Я не знаю, что конкретно они празднуют сегодня. Наверное, 1 апреля. В общем, сейчас сделаю небольшую эстетичную нарезочку, как мы будем с вами все это готовить. Ну да, эстетика должна присутствовать в жизни каждого человека. Да-да. Эстетика это то, что нам нужно. Мы Пинтерс. Доскан. Послушайте моих соседей. Что там происходит? Я не понимаю. Они уже подраться успели распять, наверное. Смотрите, кто пришел сюда. Он просит мне еду. Что мне ему дать? Помидоры? Чел. Миллиард садистик. В общем, я помылась. Я поела. Да. И значит, у меня есть планы на эту ночь. Потрясающе. Внимание, драйвово. У меня, значит, завтра пробник по литературе, да. Такое тоже иногда бывает. Готовилась ли я к нему? Ну, возможно, иногда что-то было, но чуть-чуть. Поэтому сегодня я проведу ночь с ним. Да. Это полный справочник ЕГЭ по литературе. Очень удобная вещь. Очень классный, реально, учебник. Мне прям... Мне прям очень-очень нравится. Прям вау. Поэтому я немножко что-то повторю. Потом я хочу досмотреть сериал. У меня осталось буквально две серии сериалов поиска халяски. Мне очень понравилось, на самом деле, я не знаю, грустный, конечно. Но мне очень понравилось. Так что посчитаем, немножечко посмотрим сериал и ляжем спать. Ну, в четыре часа ночи, я не знаю. Внимание, качество изо. Я успела поплакать над сериалом, потому что он оказался очень грустным. Я досмотрела его до конца. Мне очень понравилось. У меня происходит небольшая эстетика на заднем фоне. Уже час ночи. Да. В общем, я завтра навряд ли проснусь в хорошем расположении духа. Но главное проснуться. Все остальное не важно. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, вы хорошо провели время со мной. Да. Всех очень сильно люблю. Целую, обнимаю, тоси-пуси. Ну и, конечно, если хотите больше контента от меня, мой телеграмм. Да. И мой инстаграмм. Это он. Спокойной ночи.